Для первой самоделки нам потребуется, естественно, эта канистра, вот такой вот переходник, по-моему, от старого пылесоса. И самая главная звезда этого балета – ручная циркулярка. Данная самоделка призвана облегчить мне участь. В целом, данная самоделка занимает 2 секунды. Нужно подобрать, естественно, патрубок, такой, чтобы подходил на выхлоп, и нашу ёмкость. И вот мы получаем с помощью данной штуки импровизированный пылесборник. Я забыл добавить, нам нужно сделать пару-тройку отверстий для того, чтобы воздух выходил. Не забывайте подписываться, ставить ваши лайки и комментировать. Ваше мнение мне очень интересно. Сейчас посмотрим, сколько опилок залетело в бутылку. Я думаю, бессмысленно говорить, что опилок летит гораздо больше, и всё, что собирается в эту бутылку, оно действительно может остаться в ней хотя бы по большей степени, не раскидывая всё по всей мастерской. Ну, это даже не самоделка, а просто хитрость. Поэтому оставим на заметочку. Переходим к следующему месту, где можно применить... Следующая самоделка связана со сверлильным станком, а также с тем, что я дополнительно использую его как шлифовальный. Я думаю, и невыраженным взглядом видно, что очень сильно забивает всё пылью вообще. Также непосредственно сам механизм поднятия столика сверлильного станка тоже забивается пылью. Поэтому я попробую решить эту проблему хотя бы поверхностно. Для того, чтобы помочь справиться с пылью, мне понадобится по факту всего две вещи. Опять же, новая канистрочка и пылесос. Перейдём к столу. После обрезки мы получаем что-то примерно такое. Я думаю, что здесь можно всё делать по желанию. Вот в таком положении, примерно в таком положении располагаем. И начинаем пробовать. Сейчас включим пылесос. В итоге получается довольно интересная вещь. Да, естественно, как бы потери есть. Оно что-то просыпается. Но это от того момента, как я пробовал сначала без этого. Но тем не менее, оно, во-первых, собирается всё сюда и улетает дальше по шлангу. Естественно, это всё продаётся. Вы можете сказать, что мог бы взять просто положить шланг. Здесь больше площадь захвата. Вот и всё. Поэтому тоже кайфовая тема. Переходим к третьей самоделке. У меня, как и у многих пользователей, вот таких вот не очень дорогих торцовочных пил. Здесь был мешок для сбора опилок. Он просто обычно забивался слегка чуть-чуть. И потом опилки летели куда попало. Опять же, гениальное всё просто. Отрезаем горлышко. И на патрубах сброса просто одеваем. Обязательно сделать нужно две дырочки. Безусловно, часть летит опять же так же, как и на ручной торцовке, куда попало. Потому что здесь просто прямая подача от диска тупо в отверстие на сборочный мешок. Но мы снимаем и обнаруживаем. Там достаточно большое количество опилок. Теперь тестируем без, так сказать, депровизированного сборочного мешочка. Как вы могли видеть, струя, блин, опилок била просто в стену. Естественно, что-то вылетает из-под диска в стороны, а что-то всё равно уходит в трубу подачи, так сказать, опилок. И, естественно, проще собирать их через данный контейнер. Я считаю, что употребление данных контейнеров в таком формате очень удобно. А главное, что не нужно их выбрасывать, и они послужат ещё чем-то. Спасибо большое, ребят, за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк. Обязательно прокомментируйте, ваше мнение интересно. Ну и скажите, всё-таки полезно ли я, сделал вещи или нет. Я считаю, что полезные послужат ещё, потому что молоко я люблю. Я покупаю постоянно по 2-3 вот таких канистрочки, и у меня их уже скопилась просто гора. Спасибо.